Огромный привет всем, кто заглянул на мой канал. Я очень рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня видео будет посвящено моему очередному походу в магазин Пикс Прайс. На этот раз я купила очень мало продуктов, но все они предназначены только для дома. Если вам интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. И первое, о чем я вам хочу рассказать, это покупки, которые я совершила уже повторно. Я приобрела вот такие вот бытовые влажные салфетки. Мне этими салфетками понравилось очень хорошо очищать верхнюю часть унитаза, машинки стиральные, микроволновки, холодильника. Нигде не оставляют эти салфетки никаких абсолютно разводов, пятен и так далее и тому подобное. Протер, выкинул и в общем-то забыл. Салфетки мне очень понравились, приятный запах, все очень хорошо, поэтому я сделала такую покупку. И второй моей покупкой, повтором, были вот такие вот вешалки. Я взяла еще 4 штучки, 2 показываю, 2 уже висят. Взяла еще 4 штучки и взяла 5 бордовые. Действительно бархат не дает съезжать вещам. То есть это бархатное покрытие абсолютно спокойно себе держит шелковые вещи. Шелковые, какие-то стретчевые вещи, они не съезжают с этого бархатного покрытия. Можно также вот в эти вот, вот в эти вот, вот в эти вот, вот в эти вот. Также можно вешать юбочки сюда, цепляя за петлички. И, собственно, мне вешалочки самим дизайном очень понравились. И я планирую потихонечку, наверное, сменить все свои вешалочки. Единственное, тяжелые, конечно, мне кажется, вещи эти вешалки не выдержат. А такие летние, либо одна вещь на вешалке, легкая вещь, очень даже себе прекрасно выдержат. Следующей моей покупкой стали вот такие вот ватные палочки, которые находятся в пластиковом контейнере. По моему мнению, очень удобный пластиковый контейнер. Он вот таким вот образом открывается. Мы берем нужное количество нам палочек и обратно мы его защелкиваем. И он, как сундучок, будет у нас стоять. Именно этот факт меня привлек в данных палочках. Ватные палочки нужны всем и всегда. 45 рублей именно в пластиковом контейнере. Как мне показалось, очень нужная и очень действительно дешевая покупка. Следующей моей покупкой стали прищепки. Я купила два набора по 10 штук. В прошлом видео я вам показывала о серии, арбузной серии. И я покупала уже коробку с принтом арбузным. И я покупала губки для мытья посуды с арбузным принтом. Сейчас я взяла вот такие вот прищепки. А вообще, на самом деле, получается, что дороговато прищепки, собственно, стоят. Там есть наборы 42 прищепки 45 рублей и 35 прищепок 45 рублей. Но эти прищепки мне показались довольно-таки плотными. И эти прищепки, как мне показалось, все-таки службу свою будут служить дольше, чем служат свою службу вот эти маленькие прищепочки, которые я до этого покупала в фикс прайс. И решила я вот себе приобрести еще вот эти вот прищепки. Буду вешать белье и наслаждаться. Следующая покупка, это уже покупка баловство. Это набор четырех трафаретов, которыми делаются узоры на кофе. То есть, мы делаем кофе с пенкой и сверху присыпаем либо корицей, накладываем трафарет, либо мы делаем просто кофе и с сахарной пудрой по трафарету мы насыпаем нужный нам узор. Честно говоря, я сейчас в данный момент кофе не пью ни с молоком, ни с сахаром. Но вот как-то решила приобрести себе этот набор трафаретов. Мне почему-то показалось, что это будет очень полезная вещица. И посмотрим, будет ли эта вещица действительно полезной. Следующую покупку я все больше приобрела уже для дочери. Я взяла вот такую вот терку. Терка идет с лотком для сыра. Для натянрания сыра можно, конечно же, здесь натирать, допустим, цедру какую-нибудь, какую-то цедру лимонную, апельсиновую. Но я приобрела именно для дочери. Она сейчас очень активно вступает в фазу приготовления пищи. И дабы моя кухня оставалась в чистоте и в порядке, когда я прихожу домой, я решила приобрести ей вот такого плана терку. Она будет натирать все, что ей нужно. Дальше она просто будет снимать лоток. Вот таким образом. И высыпать, куда ей нужно. Мне кажется, покупка такая очень достойная, очень нужная. И мамочкам, деток, подростков на заметку. И еще один товар, купленный там же и для этой же цели. Это вот такая вот форма для яичницы. Я решила взять в виде цветочка. Формочка укладывается в сковороду и просто вливается туда яйцо. Получается красивая яичница в какой-то красивой форме. Конечно же, дети радуются, мамы довольны и счастливы. Вот такими были на сегодня мои покупки. Я очень рада, если вам понравились мои покупки. Буду очень рада, если мы будем дружить с вами в соцсетях. Давайте общаться, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Всем пока-пока!